Челябинцы сошлись в частушечном батле. Умение владеть ямбом, хорым и амфибрахием жители города показали на масленичных гуляниях в парке Гагарина. Самых креативных наградили полезными подарками. Наш коллега Леонид Клеменчук попробовал сочинить четверостиши и попротся за приз. Без пушкинского слога, зато душевный с огоньком. Участники частушечного батла рифмуют слово «газ» не хуже поэтов. Самых креативных среди народных песенников уже пятый год приглашает на конкурс компания «Новотек». К состязанию участники готовились основательно. Семья Соколовых всю неделю сочиняла веселые четверостишья. Я в детстве принимала участие, в разных кружках ходила, занималась. И в театральной. Сейчас у меня театральная студия «Английский преподаведитель». И я хожу в театральную студию. И дочь у меня активная, и сын помогает. Поэтому природная немножко. Арена для битвы Хорея-Ямба – парк Гагарина. Традиционно батл проводится в день масленичных гуляний. Каждый год на него приезжают воспитанники 13-го интерната – подшепные компании «Новотек». Ребята ответственно подходят к празднику, подбирают идеальную рифму для частушек и шьют костюмы с комарохов. Тут всегда вкусные блины. И еще тут всегда весело, где можно оттушиться, наесться от души. В батле три тура. В финале встречаются самые задорные. За битвой стихоплетов наблюдают горожане. Они же группа поддержки. А те, кто с рифмой не дружит, попробовал свои силы в народных танцах. На самом деле люди веселые. Но у нас такая большая проблема заключается в том, что им не дают веселиться. У нас все конкурсы продуманы на одного, на два человека. А вы посмотрите, как они хотят и петь, и танцевать. Как они готовы в забавы русские, настоящие играть. Всем участникам вручили масленичные подарки от компании «Новотек». Сковородки, прихватки и полотенца. А ребятам из интерната – красавец-самовар. Леонид Клеменчук, Марьяна Лысенко, Александр Рязанцев, ОТВ.